Ну а перед началом ролика я бы хотел бы порекомендовать сайт, где я лично покупаю робоксы, и это rbx.camp. На этом сайте самый лучший курс. На rbx.camp всегда присутствует робоксы. Ну а в официальном дискорд-канале rbx.camp проходит конкурсы на робоксы. Стерегайтесь фейковых сайтов, правильный сайт это rbx.camp. Ну и на всякий, не дай бог, ссылочка на закрепленный сайт будет в описании. И всем привет, я с тобой Колонтайка, если что мы играем в робоксы, игрушку под названием Bot Clash, и сегодня мы с тобой поговорим о шансах в этой игре, но это прям вот чуть-чуть попозже. Дело в том, что это прям вот реально там на самом деле просто, и свои какие-то домыслы хотел бы сказать, потому что более такой ценной информации я на самом деле не нашел. Но зато я выбил у нас мехбула и выбил еще вот такого вот плейсера 2А. Рассказываю в чем их плюсы и где их вообще легко и как выбить. Первого это, ну точнее маунтов, то есть маунты еще бывают, даже вот этот вот плейсер еще бывает там параллельно, там еще разные, там 2б, 8c, короче они бывают разные. Но мехбул у нас только один, он у нас эпический, по-моему, если не ошибаюсь, это у нас типа лего, это эпик, да? Как-то так. И мехбул у нас выбивается в двух вариантах, либо отсюда с рулетки, каждый день рулетка обноляется, либо с убийство вот этого вот рейдбосса. И с неким шансом выпадает отсюда мехбул, вот он находится. Также тут выпадает, видишь, еще пять вот этих вот замечательных, ну вот, я же говорил, 2-3б от 25c, да и я забыл даже, я даже не представить не могу, как они тут выглядят, но у них немножко разные у каждого статы. А хотя нет, вроде одинаковые. Что-то это какая-то мутная фигнюшка. Ну в общем, да. А вот, вот прикольная. Прикольный 3А, он именно по боссу 20% дает. Хорош, хорош. Вот такие вот прикольные на боссе. Вот это вот даже хуже на боссе, чем все остальные. У мехбула, в какое, зачем вообще их было добавлено, зачем добавлено вот эти вот механоиды у нас, мехмашины, если у нас есть донатские мехмашины. И на следующий, кстати, вот в обнове, который у нас будет в пятницу, добавится у нас новый регион и будет добавлена еще новая мехмашина. На самом деле будет много чего добавлено. Надо будет посмотреть превью, то есть вот это вот видео завтра еще. И завтра вам показать, рассказать, что у нас будет. Но помимо этого, в механоидах есть такой замечательный стат. Если что, у донатских такого стата нет. У донатских только бот, АП и ХП 20% пассивная способность. Ну и экстра у нас 50 коина и гема. Ну и муви спид, конечно же, на 50% больше. У вот этих новых петов, у старого изначально муви спид просто 50%, а у новых петов у нас еще бот, АП и боссы 10%. То есть вот на этом мне намного даже выгоднее идти на босса, чем на своем. Единственная разница из-за того, что у него очень-очень маленькое количество дэмэджа. И его нужно прокачать сначала до 12, а потом только идти. Но у нас есть меркбул, который сразу выпадает 12 левела. Он по дамагу слабее, чем донатский. Но по тому, что он дает 20% по... А, нет, 10% по боссу он дополнительно дает отдельно. Причем и у него идет еще бот, АП и ХП. То он достаточно приятный. То есть это, грубо говоря, донатский пет, который мы получаем без доната. Это офигенно. На самом деле в игре то, что и появились шансы, очень-очень-очень классно. Ну, шанса получить что-то из доната нет без доната. Ну, это реально классно. Но это я в том плане, что когда мы делали обзор этой игры. Ну, точнее, вот этого мира с этим боссом. Я хотел это продемонстрировать. Как это на самом-то деле все выиграет. А давайте теперь перейдем на другой мой аккаунт. Это Калантайка Основной. И как раз на его примере я как раз и покажу, что я заметил в шансах. Может быть это не так. Можете вы меня поправите в комментариях. Но я как в последнее время какой-то бред несу. Но мне кажется, что это так работает, так как я это уже проверил. Ну, то есть на своих двух аккаунтов я это проверил. Ну что ж, перешел я на основной аккаунт. Поговорим с тобой о шансах в этой игре. Я такую штуку заметил, что то ли у каждого персонажа свои шансы. То ли у каждого класса в классе какие-то тоже свои шансы. Но, ну, хотя в классе в принципе немножко нет, нелогично. Потому что, например, у Круэллы немножко другие шансы. У нее, например, с другим яйцом везет. Но я заметил такую штуку, что с одним яйцом тебе везет, с другим не везет. Хотя шансы вроде бы написаны прям четко. То есть у тебя вот 0-0-0-20%. И тут то же самое. 0-0-0-20%. И так же все на Лего 0-35, на Мифика 0-0-20%. Чтобы вы понимали, это сейчас прокачано яйцо. И теперь я рассказываю свою историю. До этого, когда выходила только-только эта игра, у нас был только один мифик, который находился в зиме в биоме. И мне там с этим яйцом вообще не повезло. Чтобы вы понимали, я с двух аккаунтов стоял, открывал. Сколько же я там открывал? Сразу купил донат. Стоял, открывал, наверное, суток трое. И выбил только одну, одного мифика. И это было прям, для меня прям ужасно. Все там по две, по три выбили, я одну. Вот. Вышла вот эта вот новая локация. И я прям чуть ли не в первый же день выбил себе вот этого вот замечательного феникса. Причем я выбил и на основном аккаунте, и на вот этом аккаунте. Ну вот на этом аккаунте, и на клан тайке 1. Я выбил этого же самого феникса. И я такой, вау, как круто. Я его сделал уже пятизвездочный. Чтобы вы понимали, пятизвездочный, и еще и профукал многое. Сколько там профукал их? Я их профукал штук, наверное, восемь. Ааа, помимо этого, я еще их сбагрил, по-моему, какое-то количество людям. Ну, то есть, кто-то захотел приобрести их, и я тоже их сбагрил. Плюс еще ко всему, этих самых фениксов я сделал пятизвездочный. Чтобы вы знали, чтобы сделать одного пятизвездочного, тебе нужно еще плюс четыре. Это значит, двадцать штук тебе нужно этих еще фениксов. Вот такая вот фигня. То есть, мы за неделю сделали двадцать плюс шесть точно, или восемь. Нет, точно плюс шесть. Двадцать шесть и плюс где-то троих или четырех я сбагрил. То есть, тридцать, тридцать. Ну, плюс-минус тридцать петов я сделал чуть побольше одной недели. На самом деле, я просто потом постоял еще, и плюс еще вот на колонтайке я периодически сейчас стою, потому что у него, видишь, денежек нету, и на последней медицине постоять. Ну, то есть, это в рамках еще этой недели, но я там сделал, по-моему, две штуки. Ну, или что-то такое. То есть, даже с этим это все учитано. То есть, вот, вместе вот этими двумя штуками я сделал тридцать штук, ну, грубо говоря, за десять дней. Будем вот так вот говорить, будем честны, десять дней где-то я стоял. Причем-то то одним аккаунтом, то ли другим. Но это очень много. Выходит второе обновление на следующей неделе. После того, я вот этого Еру, Еру, блин, выбил всего лишь, чтобы вы понимали, за всю неделю выбил всего лишь четыре штуки. Что-то с учетом того, что я обстоял. И клантайкой, и клантайкой один, и всего лишь я выбил, а, пять штук. Пять штук я, по-моему, всего выбил, или четыре все-таки выбил. И, блин, это, понятное дело, обидно прям было. Очень-очень мало выбил. Мне вообще с ними не повезло, с учетом того, что у нас у Круэлла, она сделала чуть ли не там на третий день уже пятизвездочного. Это она очень много выбила, но у нее такой же шанс был, как вот и у меня с Фениксом. А с Фениксом как раз у нас есть еще один голубь, блэк-голубь. Вот у блэк-голубя за всю неделю он выбил всего три штуки. Вот такая вот Петруха получается с шансами. А новый мифик у меня падает лучше, чем Гера, немножко похуже, чем Феникс, и он, в принципе, хорошо падает. Но стоимость одного яйца очень жесткая. То есть, чтобы ты понимал, мне не нравится только стоимость одного яйца. А 45 миллионов это очень много, то есть, с учетом того, что вот у первого стоит 2,7 миллионов. Это сколько? В 20 раз больше, но это очень много. Даже не в 10, а в 20 раз больше. Почти в 20 раз больше, чуть-чуть поменьше, да, там, в количестве. Но все равно это много. Это реально много, там. В 10 раз-то это много, а тут в 20. И столько тут гемо-это монеток нету, поэтому с последним яйцом я решил пропустить. Чуть-чуть поубивал, чуть-чуть мы пораздавали. Возможно, я просто что-то надеюсь, что в следующем вот мире, в следующем обнове у нас будет либо новый персонаж, либо что-то другое. Дело в том, что я хотел бы еще раз напомнить ребятам, то что у нас на прошлой неделе Лего догоняла мифика. Это такое вот интересное событие, то что у нас если взять Лего 100 какого-нибудь левела, допустим, вот 114-го, догнать мифика 114-го, но Лего взять 5-звездочную, то она будет почти как мифик одиночный. Ну, то есть один мифик. Поэтому смысла в этих выбиваниях мификов нету, потому что они на одной звездочке, они одинаковые, только разного левела, разный дамаг. Если их добить до 140-го максимального левела, то они будут одинаковые. Это просто будет обидно, вот, то что Лего скоро переплюнет. Поэтому, я думаю, на следующей вот локации, следующей обнове будет что-то, какая-то правка либо с мификами, либо с Легами, либо добавлен новый будет вид, как бы, ну, что-то такое, секретка или еще что-то вот в этом плане. Новый класс ботов, ботов будет добавлено. И еще я такую штуку еще заметил, что Лего действительно нереально неплохая. По-моему, сету я уже говорил, что они очень сильно отличаются. А в чем прикол мификов и зачем выбивать более сильного мифика? Ну, на самом деле, они сильнее мифика. Это вот как раз ответочка тем ребятам, которые смотрели предыдущий ролик, где я показывал, что мифики абсолютно равны. Вот, я сейчас, даже сейчас, через секундочку, перейду на клантайку 1 и вам продемонстрирую то, что они равны. Итак, вот он у меня на клантайке 1 и у нас, смотри, Феникс 130-го левела, а также у нас Гера 130-го левела. И у них, смотри, по силе они абсолютно одинаковые. И разница в том, что вот тут вот, ты видишь, АП и ХП и вот тут вот АП и ХП. В чем отличие? Дело в том, что это у меня на дамаг, а этот у меня равносильный. То есть у него одинаковая пропорция ХП, атаки и ХП. А у Гера у этого у него АП чуть больше, потому что у меня на дамаг ХП столько же. Ну, меньше точнее, чуть поменьше. А так вот в по силе они одинаковые. Но если я возьму и Феникса своего вот этого вот, вот, однозвездочного, прокачаю до 5 звездочек, то у него будет 256 миллионов. А если я Геру прокачаю до 5 звездочек, там будет не 256, а все 300, а может быть 270. Я не помню, но мне, по-моему, кто-то уже показывал на 130 левеле, сколько это будет. Но, если что, 140 левел намного больше. И там прям вот разы в разы оно сильнее. По-моему, на 130 где-то 130 будет, а тут будет 140 или 150. Разница небольшая, но все равно для топа это важно. И вот такая вот штуковина у нас работает. То есть на одном левеле даже вот этот вот самый первый мифик, призма, да, она будет такая же, как и Гера, такая же, как и Феникс. Поэтому, если у вас по одному мифику, то скоро, скорее всего, их лего обгонят какая-нибудь. Ну, понятно, не драконы и не вот это вот из последней локи. Ну, можете, кстати, проверить, может, из последней локи уже перегоняют. Но в следующем мире, если ничего не поменяется, ничего, ничего, да, пускай будет ничего, ничего не поменяется, посмотрим, как это будет работать. И обязательно протестим, будут ли изменены у нас леги и прочее, прочее. Ну, а с тобой был Калантайка. Кстати, да, напиши, выбил ли ты чего-нибудь путное из рулетки, например, какие-нибудь топовые бафы, выбил ли топовые какие-нибудь интересные штучки с босика. Ну, и как бы участвовавший ли ты в ивенте. На Калантайке один я, видишь, я стою на ивенте, коплю себе триллионы, потому что, ну, следующая лока у нас не за горами. И будет там, будет интересно мне постоять и пооткрывать. Но я периодически себя такой прям вот сдерживаю и иду открывать там на полдня, пооткрываю. Так что это не чисто, я тут стою на этой локации и просто стою открываю. На самом-то деле так вот, так этого не происходит. В общем, как-то так. Ну, теперь точно. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok